Дом 2 Из наших участников Но я уверена, что она обязательно найдет свое счастье за периметром А у Насти Глушенко есть шанс наладить личную жизнь, не покидая городка Сегодня к нам приедут 2 новых парня И я надеюсь, что хотя бы один из них понравится нашей Насте Сегодня 501 день нашей телестройки Рустам и Олеся еще не объявили себя парой А между ними уже очень часто происходят конфликты, похожие на семейные сцены Олеся капризничает и провоцирует Рустама Он ссорится с ней, но почти всегда сам делает первый шаг к примирению И продолжает добиваться ее любви Рома и Оля, так же как Сэм с Настей Дашко, уехали отдыхать к морю Но уже совсем скоро все ребята вернутся в городок Новой участнице Виктории нравится Андрей И она всячески пытается его очаровать Андрей не отталкивает Вику, ее знаки внимания ему приятны Однако он равнодушен и иногда невольно обижает ее Возможно, он изменит свое отношение к Вике, если у него появятся конкуренты И это может произойти прямо сегодня Ведь в городке появятся новые участники Ну что, замерзли? Да! Ну, надеюсь, сейчас очаровательные мужчины Своими очаровательными шутками и чувствами юмора нас согреют Поэтому встречаем! Мальчишки! Ну, мальчишки уже надоели На самом деле мужики Уже пора вот мужиков на телепроект Дом-2 Мужики! Так, девушки Распрямились, улыбнулись, лысые идут Привет всем Привет всем Здравствуйте, здравствуйте Очки, наверное, тебе сегодня особенно понадобились, да? В такую замечательную погоду Садись на мокрое Да, Ксюша Сначала представься для начала Да, зовут меня Андрей Мне 27 лет Угу У меня такая проблема, что Вот, я расстался со своей девушкой Я за ней красиво ухаживал Ну, дарил, может быть, недорогие подарки Ну, вот в этом вся и проблема, наверное Да И потом я узнаю, что у нее богатый папа Очень богатый папа Солидный мужчина Владелец нескольких ресторанов И, ну, в общем, хочешь то, пожалуйста Хочешь это, пожалуйста Но, вот у меня есть дочка Вот мы идем в ЗАГС И, ну, у меня тоже есть гордость И я не потерпел этого Вот, и я пришел сюда А что ты не потерпел, мы не поняли? Да потому что не люблю я этого Что не любишь-то? Когда я люблю сам зарабатывать Я люблю сам дарить подарки Пусть, конечно, они не такие шикарные Я, естественно, я поднимусь выше Я пробьюсь выше Но я не хочу вот этого вот Вот просто я не хочу Так, и вопрос вот сейчас таков Зачем ты пришел сюда? Чтобы сказать ей это на камеру? Потому что в лицо не смело сказать? Нет, я хочу ей показать Что, может быть, я не такой хороший, как многие Вот, но она меня не добьется И я хочу здесь построить любовь Не с ней Я надеюсь, она не придет на это Ей назло, да? Да Построить свою бедную любовь На телепроекте Дом-2 Понятно, богатая? Хорошо Давайте перейдем Как зовут Ваня? Илья А, Илья Извините Привет, ребята Во-первых, хотел бы сказать, что я очень рад вас видеть Очень приятно Дело в том, что я пришел на этот проект Даже не столько построить свои отношения Как бы научиться строить свои отношения Дело в том, что у меня такая интересная профессия Я стриптизер Дело в том, что у меня не получается строить отношения с девушками. Я именно пошел в стриптиз, чтобы научиться завораживать девушек. Но дело в том, что у меня ни в школе, ни вообще никогда не получалось. Редкие были случаи, что девушка на меня клюнула, но я просто не знаю, не получается. Я просто скромный и вроде... Знаешь, скромный стриптизер действительно, это как-то по-моему не очень. Разе такое бывает, скромный стриптизер? Перед вами сидит. Скромный стриптизер? Дело в том, что я, допустим, танцую в клубе, там я рву зал просто. То есть все мне хотят. Взорви ракету. Но когда я выхожу в публику, то есть там, допустим, выпить коктейля, да, я ознакомлюсь с девушкой, но мне как-то не получается. Просто остался страх вот во мне. Ну, понятненько, хорошо. Кому приехал сюда? Если есть, конечно, конкретные симпатии. Да, у меня есть симпатии. Кому? Которые, возможно, потом могут перерасти. Мне нравятся Вика и Олеся. Вика и Олеся, да? Да. Отлично. Хорошо. А, Андрюш, ты к кому? Ну, во-первых, говорить к кому, это, ну, сейчас пока для меня это неэтично, так как я все-таки расширился. Зато дешево, надежно и практично. Да, да. Мне как женщина и человек нравится Алена. Это естественно. Как женщина и человек. Нет, как женщина и человек. Но, так же мне нравится Настя. Хорошо. Ну, что ж, давайте приступим к вопросам. У Аленки уже назрел вопросик. Вопрос к Андрею. Каким, по-твоему, должен быть настоящий мужчина? Мужчина, во-первых, должен быть, естественно, мужественным. Ты мужественный, Андрей? Я, да. Скажи, я мужественный? Я так считаю, я так считаю. Ксюха, я мужественный. Но не всегда. Аж мурашки. Но не всегда. Во-первых, он, во-вторых, во-вторых, он должен быть опорой для женщины. Это естественно. И, в-третьих, он должен быть состоятельным. Хорошо, все понятно. Спасибо большое. Олесь, твои вопросы? Ну, вот на самом деле, можно не вопросы, потому что я сижу жутко мерзну. Вот молодой человек сказал, что он взрывает просто и согревается его весь зал. Хочется очень согреться, будь добр. Давай, идем. Хочется согреться, шлевую залу. От Невленных. Попрежим колесо. Держи. Рустам, подержи микрофон. Рустам, подержи микрофон. Молодец, Держи. Мама, все, я поняла, я поняла, я все врачу. Все, я поняла. Так, ну, Илюк, слушай. Можно еще разок? Дело в том, что древние люди завоевывали женщин такими странными ритуальными танцами. Теперь я хочу, что у нас вот есть тут костер, который горит по вечерам. Вы можете вокруг него вдвоем исполнить ритуальный танец? И он уже исполнил. Андрей, исполний, пожалуйста, ритуальный танец, чтобы завоевать женщину. Свадебный такой вот ритуальный танец. Нет, ребята. Ритуальных танцев не будет. По крайней мере, сегодня. Может быть, может быть. но не сегодня да потому что я двигаться не умею понятно все с тобой спасибо огромное вопрос от виктории пока мы тут все не заболели самый безбашенный самый вообще необычный поступок которые готовы совершить ради женщины хороший вопрос любой но ради любимой женщины ты сможешь как попросили ради любимой женщины ряд ты что делал продала например все что у меня есть и купил бы цветы на эти деньги это как тот художник да ну да а какие то что у меня есть по крайней мере сейчас не понял цветы какие розовые розовые да ну что ж надеемся что илюха нам сегодня станцует еще раз течение дня и согреет нас а андрей все таки решится на танце и мы пойдем с ними общаться точнее я пойду с ними общаться а вы все идете на стройку переодеваться пойдемте ребят вопрос там а я тебе буду нужна он не говорит будешь но позже как это воспринимать об этой потери я не буду жалеть потому что ее как находки даже у меня еще и нет посмотрим посмотрим если и будет и увидим уже есть вообще у андрея там сердце и как она вообще реагирует на все это вот и все какое его отношение ко мне сегодня по-настоящему пришла к нам осень а также к нам пришли два очаровательных молодых человека поэтому они сегодня со мной остаются в доме а конкретно илюша и андрюша а также в доме остается настя гущенко и виктория а все остальные за великим заменителем бородульки андрюхой на вот это женская спальня здесь сплю я и спит солнце там насти там олесе это с солнцевских хомячки нам не защищусь вот этот буйный этот спокойный а вот у нас есть бабочки а вот они мая сделал подарок солнцу вот они уже умерли всегда все вот я не могу поверить что ты поехал сюда только ради того чтобы отместить свои бывшие девушки да только ради этого ты понимаешь что с такой целью тебя здесь просто не оставят а почему бы и нет хорошо андрюш с кем ты хочешь отомстить своей бывшей девушке с кем из наших девчонок мне интересно настя мне интересно с ней пообщаться будет возможно да возможно что то получится возможно если не получится ну что ж не судьба но я думаю получится то есть ты сможешь ее очаровать а что тебя привыкло в анастасии глаза хитрые но глубокие такие глазища ну окей как ты оцениваешь свои шансы остаться на цели проекта дом 2 нас двое 50 на 50 он может быть интересен вот как стриптизер то есть ну это это может приесться а ты как кто интересен я интересен как человек элёш вот ты приехал на дом 2 как тебе здесь у нас мне очень понравилось сейчас как ты реально оцениваешь свои шансы остаться на телепроекте дом 2 у кого больше шансов у тебя а говоришь скромность приехал я скромный стриптизер я останусь ну как ты это понял ты тебе сказал я вижу при акции девушек на меня какая у них реакция сразу ко мне и вика и олеся встала на меня со мной разговаривать и вика накладывает мне поесть и кушать может быть это просто вежливость гостеприимства ничего больше мне так не кажется кто тебе симпатичен мне нравится вика и олеся сейчас но ведь они очень разные что одна что вторая у меня нет такого как бы идеала девушки нет такого диана то есть никакого оригинальной внешности интереснее внешность а вот а что для тебя оригинальная внешность отличается от других то есть мне кажется каждая девушка отличается от не всех есть стереотипные какие-то девушки по моему то есть но у нас есть напротив стереотип не держишь насти настя гущенко вот здесь который сейчас находится да гущенко мне кажется стереотипно такая вот действительно такая у меня вот среди моих знакомых девушек очень много таких которые так себя ведут как бы вот просто просто да то есть могут поиграть бросить им это вообще ничего даже не стоит то есть я не видел какой-то вот даже симпатии или каких-то чувств посмотри ухаживать за двумя девушками сразу проигрышный вариант я не ухожу за ним вот и за кем ты собираешься ухаживать мне кажется все таки вика вика да сегодня пришли к нам два молодых человека очень интересных вот девушка как вы относитесь к ним кто вам больше понравился аленушка кто тебе больше понравился мне понравилось что андрей отказался танцевать у костра в этом нет ничего сложного мы просто хотели ведь не не танцев жаждем а посмотреть на что способен человек что он умеет может он как-нибудь развеселить нас но он как-то засмущался мне кажется что илья в этом плане много раскрепощений для андрея это сразу большой минус минус конечно сразу же все девчонки как-то так не можешь ездить домой тогда алисинка ты что думаешь по этому поводу я скажу сначала про андрея первое свое впечатление мне не понравилось а то что рассказал о своей девушке у меня было такое ощущение что он приехал просто для того чтобы помстить за свою поруганную девичью честь девичью честь андрей внешне категорически тоже не понравился но с настей гущенко у них наверняка может что-то получиться потому что да настя когда знает что молодой человек обращает внимание она готова раствориться в любом поэтому они могут составить пару что же выбирая из двух молодых людей или я все-таки посимпатичнее симпатичнее да я симпатичнее гораздо а почему не андрюха ну вообще я на него никак я его не вижу а илья ну я он еще как-то привлекает внимание к себе давай будем честными вот скажи пожалуйста если в той жизни встретил илью ты бы стала встречаться общаться таким он общаться до встречаться не знаю а здесь если все не найти такие ты пытаешься какие-то отношения с ним завязать или для того чтобы остаться просто на проекте ты знаешь кучера дappой человек я сама если начинаешь он получится я не буду рай то чтобы додержаться стоит отношения потому что я хочу попробовать действительно искренне отношения построить они просто так чтобы задержаться и потом через неделю по-мальчик а в немusi а скажу а вы знаете я просто строил отношения чтобы задержаться и мне демон ты не будешь строго ни каких-то отношений я с ним общаюсь 하고 не знаю я еще не общалась с человеком, он только вошел. Аленушка и Олесенька, я хочу задать вам вопрос. Как бы вы помогли в строительстве своих отношений с нашими молодыми людьми Насте и Вике? Ика, извини, Андрюш, пока тобой у нее вся голова занята. И, к сожалению, она сейчас не обратит такого внимания на молодого человека. Выскажешь срочек. Может быть, у Вики и занята была голова тобой. Но в связи с тем, что пришел мальчик Илья, я видела, как она сейчас прекрасно показывала где у нас что находится, экскурсии по дому. Я думаю, Андрей, если ты будешь щелкать семечки в баню дойдет. Дойдет и до экскурсии в баню, и мне кажется я все-таки договорю. Лишь бы счастливы были. И я все-таки продолжу, что на самом деле, мне кажется, так как Илья скромный, да, как он сказал, закомплекционный, то ему как раз нужна такая девушка, как Вика, такая шебутная. Ты знаешь, что такое шебутное девушке, как Вика нравятся скромные мальчики? Я не знаю, как это будет, может быть, назло тебе показать, что... Ты понимаешь, что ты задел девушку в любом случае. В любом случае самооценка у человека, если ему отказывают, она падает. И ни одна девушка не допустит, чтобы у нее упала самооценка, и она сейчас будет, наверное, как-то реабилитироваться в первую очередь для самой себя. Поэтому почему бы и нет? Вопрос такой, Вик, как тебе понравились оба мальчика? Оба мальчика хорошие, вот, наиболее симпатичное, конечно, же Илья. Вот, как-то вот интересно, он так молодой человек. Если Илья будет проявлять тебе какую-то симпатию, ты будешь отучать взаимности? Ты знаешь, посмотрим, на данный момент он не неприятен, он более симпатичен, да, как бы, посмотрим, как он будет себя проявлять, если действительно будет интересно, действительно будет меня как-то увлекать, то... А как же Андрей? Ты знаешь, с Андреем отдельная история, вот мы вчера чуть-чуть, чуть-чуть я подразочаровалась с ним. А что случилось? Понимаешь, когда к человеку проявляешь максимум, да, на что вы, как бы, там, максимум внимания, максимум заботы, хочется маленькой-маленькой ответной реакции, когда ее отсутствует, она еще, она отсутствует напрочь вообще, причем он еще умудряется и обижать. На вопрос там, а я тебе буду нужна, он мне говорит, будешь, но позже. Как это воспринимать? Степан, хотелось бы спросить у тебя, за кого ты будешь больше рад, если найдет себе пару, Викуся или Настенька? А за кого ты будешь больше? Мне вообще непонятно. Непонятно твое мнение, что значит Викуся будет построить свои отношения. То есть тебе абсолютно наплевать на Викуся. Я тебе не говорю с кем, она их с кем-то построит. За кого ты будешь больше рад? Неважно, мы не говорим сейчас, новые ребята или с кем-то кто-то построит еще отношения. Я буду больше рад, если Викуся построит отношения с тобой. Дело в том, что Андрюся вчера очень сильно обидел Викуся вечером. У него на кровати собрались люди, да, и он выгнал всех, и Викуся в том числе. И та обиделась сильно, почти до слез ушла. А перед этим, незадолго до этого, Андрею, она, значит, принесла чай с лимончиком, а перед этим подарила книжечку интересную, как поднять настроение. Оказывала ему внимание, знаки внимания весь день. А Андрея так плохо поступает. Сейчас говорит, что я особо не расстроюсь, если она там с кем-то построит. Если она построит с кем-нибудь отношения, она будет права. Знаешь, не очень приятно, когда про девушку говорят всего лишь два слова. Интересно и заботливо. Не приятно будет? Не, ну, конечно. Не, мне хотелось бы что-нибудь услышать еще в свой адрес, что-нибудь еще другое. Конечно. Вот эти два слова, которые он говорит всем. С другой стороны, Виколь, вы реально очень хорошо вместе смотритесь. Я понимаю, ты меня это очень сильно, я очень вчера сильно переживала. Сегодня я поставила себе не то, что задачу, да, я с девочками, они мне говорили, Алена, она мне сказала, Вика, говорит, понимаешь, если ты вернешься к нему, то вернешься к нему, отвернешься от него, то он проявит на к тебе реакцию. Посмотрим. То есть ты думаешь, это выход из ситуации? А я не вижу другого выхода, Ксюша. Я приложила максимум усилий, понимаешь, я сделала все, чтобы человек увидел, какая. Я не знаю, что ему... Ты сейчас будешь с помощью Ильи вызывать. Я не буду его как бы использовать, да, Илью, но мне приятно, что Илья обратил внимание, что он приехал ко мне к Олесе, да, симпатичный, симпатия есть. Посмотрим, посмотрим, если и будет, и увидим уже, есть вообще у Андрея там в сердце, и как он вообще реагирует на все это. Какое его отношение ко мне? Мы вчера с Викуси ездили на свидание, и я ей популярно, в принципе, для этого я ее приглашал, популярно объяснил, что со мной будет очень тяжело, что я могу нервничать, капризничать, могу быть невыносимым. На что она мне сказала? Да, любка, как приятно. На что она мне сказала, вот я в приблизительно такую же ситуацию, я привел ее вчера на свидание, что она мне сказала, ничего страшного, я все пойму, все будет хорошо. Тем более, я конкретно каких-то обещаний, конкретно каких-то в ее сторону симпатий не выражал, я скажу, что мне человек этот приятен, мне с ним интересно, но тем не менее, чего-то большего я не обещал. И поэтому, если Викуси, выражая ко мне такую симпатию, готова сдаться из-за одного такого, я считаю, маленького нюанса, то мне с ней не будет интересно. Понятно твоя мысль, спасибо. Мне кажется, ты просто используешь те приемы, которые ты используешь для доступных и заурядных девушек, ты себе так ведешь. Мне кажется, Вика немного другая, и вообще, мне кажется, вы не совсем подходите друг к другу, но она проявляет к тебе интерес, да? Может быть, ты зацепил ее, задел чем-то. И очень хорошо, что если вы будете вместе, но вообще, мне кажется, она другая немного. Ты знаешь, а я буду очень счастлив. И скоро ты ее потеряешь, если ты так будешь себя веселить. Я же за любовь, за доброту и за отношения. Я буду очень счастлив, если Викуся обретет все эти отношения с Ильей или с кем-то другим. И поверь мне, об этой потере я не буду жалеть, потому что ее, как находки, даже у меня еще и нет. Тем более, если вы сами считаете, что мы не подходим как пара, то зачем мне к чему-то стремиться? Андрей, Андрей. Ты вообще напрягаться не хочешь? Да. Он вообще потрясный. Не в смысле? Очень-чуть. Я специально вчера спровоцировал этот скандал, чтобы выгнать и посмотреть, что же потом посмотрит, как отреагирует. Ты не продолжаешь быть одиночкой. Мы скоро выгоним тебя. А для начала мы, конечно, меня выгоним, но позже. Для начала мы сегодня выгоним одного из двух пришедших к нам парней. Понятно. Ну так чем я еще тебе понравилась? Мне интересно. Так же глаза. Например, на кассе, где один мальчик сказал, что он приехал к моим губам. Во-первых, я смотрю первое, первым делом на глаза, на губы и на задницу. А ты? Силуэт, скорее всего, сначала. Силуэт, понятно. То есть фигура. То есть, когда ты увидишь девушку, ты смотришь не на ее глаза, а не на что? Ты смотришь вот так вот. Да, издалека сначала, да. Потом ближе, когда подойдешь. Ты же сама спросила. Начи первым делом. Я сначала раз. Понятно. Но это интересно. Зато не банально. Силуэт. Ну, ты вообще в последнее время настолько наплевать на парней, которые приходят. Вообще, вот приходят на проект, раньше все равно у всех девчонок есть такая заинтересованность. О, мальчики новенькие. Просто даже вот ничего личного, да, допустим. О, интересно, как они там себя будут вести. Мне даже неинтересно на презентацию на их смотреть, общаться с ними, спрашивать что-то. Вообще пофиг. Или может мальчики, потому что такие пришли. Да, любовники. Ага. Да, да, да. Ну, как ты себя чувствуешь здесь? Да, отлично. Пока что-то так это. Я еще в шоке отсюда. Я не верю, что это все со мной, конечно. А ты мечтал, да? Конечно, ты чем? Да. Я смотрю с самого начала. Я просто уже счастлив, потому что я здесь просто уже побыл, просто смотрел все это. Вообще просто. А, то есть ты посмотреть хотел, ты не хочешь строить отношения? Нет, не в том смысле, даже вот мне вот этого, минимум даже, в принципе, если меня прогонят, то я уже буду, мне уже все. Шансы? Да, но так я еще хочу большего, конечно. Ты выделил для себя кого-то? Мне Олеся не понравился, нравится она. Холодная слишком. Она постоянно рисуется, мне это вообще не понравилось. А вот Вика? Ну, вот я еще не знаю. Не знаю еще вообще. То есть вот две девочки все, ну вот Олеся отпала, остается одна Вика, да? Да, ничего, ты мне тоже не нравишься. Ну что, Вика, не классно. Ну не мое. Прям вообще нигде не твое. Ну не знаю, ну вообще не так. Просто, понимаешь, есть такие отношения, вот допустим, как у нас со Степой. Вот увидели первый раз друг друга, да, с первого взгляда промелькнула искра, с первого взгляда влюбились. А есть такие отношения, как у Рома с Олей, как у Солнца с Майом, у Саши с Наташей, у Насти с Эмом. У всех здесь такие были отношения, что сначала люди друг к другу приглядываются. Мы со Степой, это исключение. Мы с первого дня вместе, у нас сразу зажгут. Сколько мы с Солнцем друг к другу приглядывали? Долго приглядывались. Вот, если про это говорили. Вот, я и говорю, что у тебя может быть с Викой такие отношения, что вы сначала будете друг к другу приглядываться, а потом уже начнете. Вот как у Олеськи с Рустаном. Может быть, я ничего не говорю, может быть. Ведь мне торопить, я сам разберусь, взрослый мальчик. Вика, конечно, очень сейчас парится из-за Андрея. Мне, наверное, начнут активное внимание уделять Илье, чтобы Андрей заревиновал. Она же уделяет ему внимание не потому, что он ей нравится, а потому что он ей нравится. Андрей это не заденет. Ну, может, заденет. Я знаю, я тебе честно говорю, я знаю, Андрей, его это не заденет. Обойся. Его заденет другого. Ну, она-то надеется, что все-таки заденет. Надо думать, что сейчас, вот, она там, нового мальчика использует в этом качестве, подсадной утки. Андрей сразу прям так забегает, забегает. И все подобное. Да, я такого делка не буду. Я скажу, что... Андрей, когда по-настоящему если прочувствует, да, что по-настоящему, что-то произошло, по-настоящему она от тебя уходит, тогда да, он засуетится. Засуетится. Как-то много. Большое самолюбие. Смотри, вон, как я его задела. Слишком большое самолюбие, самооценка. Знаешь, я ничего сейчас не могу тебе не сказать. Я даже не знаю, что сказать. Я не то, что не могу, я не знаю, что тебе сказать на это. Ну, ну, вот такой я. Ну, вот, вот такое, понимаешь? Вот почему мне тяжело кого-то найти себе? Я же тебе врю. Я тебе сразу говорю, что со мной тяжело. Потому что тяжело из-за того, что я сам не знаю, что я хочу. Вот и все. Если бы я знал, я бы тебе конкретно сказал, я хочу вот таких-таких-то отношений. Это, это меня устраивает, это, это меня не устраивает. А я не знаю, что меня устраивает, что меня не устраивает. Знаешь, мне приятно, что ты за мной ухаживаешь, там, чай, все это. Ну, бывают моменты, вот я просто думаю, ну, а нафиг, нет, все нужно. Я себе сам могу пойти навести чай, но, тем не менее, мне приятно, понимаешь? Ну, вот так. Вот я же тебе, брату, и говорю. И что я тебе могу сказать? Поэтому я тебе не говорю ни да, ни нет, потому что у меня нет ответа. Вот если был, знаешь, вот есть ответ да, есть ответ нет. Если бы был бы еще между ними какой-то ответ, какой-то параллельный, я бы тебе его говорил. Но его нет, и поэтому я тебе говорю, не говорю ни да, ни нет. Ну, а что я? Ну, что ж, к нам не каждый день приходят стриптизеры, и мы не знаем итогов вечернего голосования, кто с нами останется, кто уйдет, и поэтому Илья изъявил желание продемонстрировать свое умение танца. Ну, что ж, к нам не каждый день приходят стриптизеры, и мы не знаем итогов вечернего голосования, кто с нами останется, кто уйдет, и поэтому Илья изъявил желание продемонстрировать свое умение танца. Илья! Просим! Давайте попросим Илья. Просим, Илья. Воданаева. Нет, Воданаева. Я предлагаю поддержать. Ну, по-давайте поддержим, ребят. Сильно не заигрываемся, танцуем просто красиво. АПЛОДИСМЕНТЫ Ст it in the Irland Impor... У-у-у! Илья. Как раз время мужских поступков. Как я помню, на лобном месте ты сказал, что ты приехал к нашей дорогой Алёнушке и к нашей дорогой Настеньке. Но Алёнушка уже отбил Илья, и поэтому у нас есть ещё одна танцовщица, которую ты выбрал также. Это наша дорогая Анастасия Глушенко. И поэтому сейчас вы с Настенькой покажете, что такое настоящие танцы. Это не должно быть стриптизм, вы должны просто танцевать. Музыка в зале! А мы-то давайте поддержим! Давай! Покажи, Андрюха! Хорошая пара! Энергичный! Давай, Андрей, с девушкой, с вами! Пой одет! Нашёл! Нашёл! Ну, я надеюсь, вы поняли, кто лучше. Не из нас, из своих, конечно, а из новых ребят. Из Андрея и Ильи. И предлагаю всем, собственно говоря, ещё раз подумать до лобного места и сделать правильный выбор. Именно сегодня тот удивительный день, когда нас 16. Встречайте Ксения Бородина и провожайте одного из них. Итак, мальчишки, вам слово «нервничайте», наверное, да? Андрюх, ты, по-моему, больше нервничаешь, чем Илюша, поэтому давай тебе первому слово. Нет, я совершенно не нервничаю. А, ну тогда давай, Илюш, ты первый скажи. Илья, давай с тебя носи. Я нервничаю, но все равно я счастлив, потому что я приехал, этот день провел здесь, как хотел. В принципе, моя мечта сбывать. Ну что, сумели девчонки тебя раскрепостить? Да. Ты теперь не такой скромный, как пришелся. Да, я стал более увереннее в себе. То есть от скромного Илюхи ничего и не осталось, да? Нет, еще осталось. Еще что-то есть немножечко? Ну, совсем чуть-чуть, да? Да, да. Понятно, друзей, врагов нашел на проекте? Уже познакомился с ребятами, но об этом рано говорить, еще друзей, врагов. Угу. Хорошо, ну раз рано, тогда к Андрею. Пока не поздно. Андрех, ну расскажи, какие ощущения? Ощущения противоречивые. И... Хорошо и плохо. И плохо. Нет, больше... Давай расскажи о плохом. Нет, больше плохого, чем хорошего. Ты чего? Я ловлю. Ты зажигал. Нет, ну... Показал бы мне, что ты приехал сюда, чтобы мы тебя развлекали, что ли? Действительно. Нет, нет. Вот не так. Нет. Я не приехал сюда, чтобы меня развлекали. Ну, значит, это... Значит, это в принципе не для меня. Вот и слава Богу. Ой-ой-ой. Первый раз. Вот ты знаешь, вот у нас такое огромное количество людей приходило на телепроект Дом-2, и по-моему, ты первый, который в открытую, на лобном месте сказал о том, что здесь скучно. Может быть, ты просто стал ребятам неинтересен, и они никак себя не проявляли по отношению к тебе, и сейчас у тебя такая защитная реакция. Да, может быть, и это. Окей, хорошо. Давайте спросим девчонок, а конкретно Вику и Настю. Девчонки, все-таки ребята вроде как приехали к вам, да? Есть какие-то эмоции по поводу Ильи, по поводу Андрея? Ну, что касаемо Ильи и Андрея, я могу сказать, что Ильям... Мне был посимпатичней, и мы с ним побольше пообщались с этим человеком, да? Андрей, на мой взгляд, более отстранен. Я не считаю, что здесь скучно. Далеко здесь не скучно, тут люди разносторонние, и я считаю, что просто он здесь себе места не нашел, наверное. Вик, знаешь, Ксюш, я сегодня целый день, да, ребята провели в доме, и мне казалось вообще, что пришел только Илья один, потому что я не заметила вот Андрея, вот он действительно сидел на диване, и вообще не было ни видно никак. На все какие-то там вопросы, там, начиная от подушек отнести в баню, он воспринимал это все так достаточно агрессивно, как будто, ну, чуть завышенная самооценка, Андрей, ну, так вот, без обиды, просто. Понятно. Ну что ж, давайте уже приступим сразу к голосованию. Вик, давай начнем с тебя. Да? Кто остается, кто уходит? Илья, остается. Ты знаешь, человек не боится, действительно хочет остаться как бы на проекте, да, но мне льстит то, что я ему симпатична, он достаточно артистичный. В дальнейшем я надеюсь еще что-нибудь увидеть в его исполнении. Понятно, солнышко. Илья сегодня, когда пришел, сказал, отнес у нас соленый к числу тех девушек, которые асы в построении отношений. Так что, Илья. Спасибо большое. Настена. Я голосую тоже за Илью, мы с ним сегодня начали общаться, и интересно продолжить это общение. Угу. Ему что-то светит, Илюш? Мы с ним просто общаемся, почему сразу светит? Ну, так интересно. Ну, так интересно. Все. Понятненько. Какие все скрытные, скромные стали, а? Олейска. Меня заинтриговало сочетание слов «скромный» и «стриптизер», и опять же обогрел с утра Илья. Хорошо, что... Хорошо, что сейчас закрыты ушки у твоей второй половинки. Аленочка, ну, ты сама понимаешь, сейчас ничего не решаешь, но тем не менее для нас твой голос очень важен. Илья. Почему? Потому что я ориентируюсь на мнение одиноких девочек. Это Вики и Настя. Им он понравился, они проголосовали за него, и я думаю, что у них, может быть, что-то с ним сложится. Спасибо. Ну что ж, таким образом, сегодня в телепроекте «Дом-2» остается Илья. Андрюш, тебе последнее слово. Нет, ну я как бы особо говорить не хочу. Я думаю, обойтись. Илюш, ой, Илюш, прости. Андрюш, прежде всего к тебе вопрос, да? Вот ты сказал, что на телепроекте «Дом-2» скучно. Что сделать для того, чтобы ей стало весело, наконец? Каким должен быть телепроект «Дом-2» для того, чтобы тебе здесь стало комфортно? И весело, и нескучно. Вот так. Вот таким. Да, да. Мы усилием его за руки и за ноги, и ее ногами. Степочка, сиди. Да, да, обязательно, только после того, как я скажу, ладненько. Андрюш, может быть, из-за того, что ты сюда пришел с такой страшной миссией отомстить? Только, к сожалению, конец плачевный, да? У тебя так ничего не получилось. Зачем мстить? Вот я не понимаю. Просто постарайся отвлечься и найти себе другую девушку, да? Нежели заниматься такими глупостями, как тем, чтобы мстить кому-то. И разберись обязательно сам себе. Хорошо? А мы на телепроекте Дом-2 мстить не умеем. Мы умеем строить только любовь. Поэтому увидимся завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Степа, действуй. Давайте. Вперед ногами. Спасибо всем. За победу! На победу! Пока! 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 Пожалуйста, ну сделай мне подстарость хоть, чтобы я спокойно умерла. Обещай. Мама, я тебе обещаю, но только месяц через... Ты знаешь, у меня вообще нет ощущения, что сегодня день, когда приходит новенький, и что в нашем доме появился кто-то новенький. Я даже не заметила этого, если честно. Вот ты пришла сразу же, ощутима Андрюха, когда пришел, тоже сразу же прям влился. Мне кажется, он на неделю. Да? Угу. То есть на следующем голосовании? Да. Голосование? Или нет? Когда будет? Вот, голосование будет. Посмотрим, что действительно, как бы на самом деле так себе. Он уйдет, вот увидишь. Наська, мне кажется, с ним не будет отношения строить. Привет, Сестренка. А? Привет, Сестренка. Ты откуда? Я из дома двое поступил. Нифига себе. Да, повезло. Еще классно. Классно здесь. А что, к какой девчонке пришел? Да, здесь самая реальная Настя. Настя? Угу. Понятно. Остальные какие-то, я не знаю, тут только Олеся и Вика остается. Маленьких, ну как, не знаю, холодные какие-то, вроде как. Понятно. Бедный мальчик, кстати, его так жалко вот этого, он ничего не понимает, вообще с ним никто не разговаривает, может пойти с ним поболтать. Илья? Да. Что на него вообще внимания никто не обращает? Да, я хочу пойти с ним поболтать. Слушай, точно. Просто я представляю, как его было бы мне прийти, вот, представляешь, все стоят. Мы с ним, когда я разговариваю, он говорит, мы говорим, говорим, посижу, держит колор, все остаются и уходят. Окей. Я говорю, ты не обращай внимания, это психологический труп, ну действительно своеобразный психологический труп. Не, на самом деле, с ним пофиг. Да? Ну, конечно, тебе пофиг, ты сидишь, что на семечке щелка. Ну, да. А того-то вообще жалко, слушай, как его с позором аж каким-то проводили, да? Он, наверное, подумал, что мы тут все звери. Не, ну тоже, что так говорить, сам ничего не сделал. Вот ты правильно, да, ты так же говоришь, как и я. Вот, знаешь, очень жалко, мне так жалко его было, аж хотелось, знаешь, подойти, его обнять там и сказать, ну ничего, не расстраивайся там. А с другой стороны понимаешь, что вообще, Собчушка, с другой стороны понимаешь, что это жестко. Ну, вот так вот сказать, вот здесь неинтересно и у вас здесь скучно, как так можно такое сказать? На самом деле, лучше бы на его месте пришел вот тот мальчик, который мне понравился очень с кастингом. Алло. Алло. Да. Мамулечка. Мамуль золотой. Привет, мой хороший, как у тебя дела? Ну, Вика, да что-то я вчера посмотрела, я прям расстроилась, ты везде сигареты. И вот эта ситуация двое сразу, я в шоке. Мамулечка, ну так нормально все, все так задуманно, поэтому не переживаем. Дочь, ну вот видишь, из-за волос, прям вообще, вот когда они сидели, тебя обсуждали, там, говорит, как это, ну как мальчишка Андрей там говорил, и маль тоже, ну как-то, ну не знаю, зачем ты отрезала эти волосы? А? Мам, ну захотелось мне так. Ну зачем, дочь, такая коса, я... Ну хватит вам меня, вы достали меня все с этими волосами, только что с Аней разговаривала, достали вы меня, мне так удобно, мне так хорошо, кто меня воспринимает, не воспринимает меня так, пусть не воспринимает, это их дела. Мне хорошо, мне угодно, что? Ну вот я, ну вот, пообещай, что будешь отращивать. Пообещай, пожалуйста, ну сделай мне подстарость хоть, чтобы я спокойно умерла. Пообещай. Мама, я тебе обещаю, но только вместе через... Нет, все, больше ты не стрижешься, вот пошла отращивать, все. Мама... Сняла, доча, сняла негатив, все, хватит. Вика, скажи, не будет там сильно каких-то ситуаций, что я буду краснеть? Мам, не будет никаких ситуаций. Подожди, не будешь у кого-то там отбивать или что? Ничего я не буду делать, я борюсь за одного человека, который мне нравится, это Андрей. Все-таки за него, да? Да, уже давно причем, поэтому смотрите, дайте мне советы, вот и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА